здравствуйте мистер фрей игра демоника в прошлый раз что у нас было бедного лимси замочили он правда замочил бедного данкома который был гораздо более бедный чем лимси потому что лимси был богатый а еще и заносчивый тупой и боже мой не относился он к людям по-человечески гад такой что к сожалению правда было я так думаю распространено и не только здесь и не только тогда и даже сейчас распространено много где очень очень невеселые мысли я помню что под конец мэр попросил нас сходить за его женой на болото зачем неизвестно но просьба мэра есть просьба мэра можно и выполнить сказал я и замолчал как вы понимаете с прошлой записи ничего не произошло поэтому рассказать то мне нечего то же самый похожий эффект был в прошлый раз к это же пера записывал так активненько а потом уже подустал сейчас уже не подустал еще пока вернее не подустал в этот раз который не тот раз который прошлый раз а этот раз и вот но вот именно каких-то особых похождения конечно других играх у меня за это время не случилось в плане не игры прохождение меня тоже очень редко случаются что за странный мир тот кто несет зло исправляет несправедливость допущены другими надеюсь мод ошибалась насчет вас мистер фэрпоинт я несу зло потому что несу смерть здесь везде и я типа я понимаю я не могу сказать что она прям не права я пожалуй не буду отрицать что все может быть поэтому скажу насчет мэра мэр сказал чтобы вы возвращались домой моя жизнь здесь и так не слишком интересна я не хочу провести ее в четырех стенах к тому же рядом со мной все время есть охрана мне нечего бояться ну что же я на ее месте наверное поступил бы также что у нас в дневнике четырех стенах мэр прекрасно знает что он ошибся и настоящий убийца бродит неподалеку я должен передать его жене которая ушла в сторону болота чтобы она возвращалась домой но она не пошла домой в общем не знаю откуда я должен это узнать но вроде бы мне сейчас надо идти спать не совсем уверен что это правильные действия но думаю методом тыка мы сейчас это узнаем здесь постели есть ну-ка 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 измотанный я упал на кровать и стал думать о том что произошло я неплохо поработал пусть даже мэр думает по-другому но обдумав это более тщательно и я признал что в чем-то он был прав молодой лимси заплатил за свою подлость но он совершенно не помог мне в моем расследовании убийцы пожилой четыре девушки все еще разгуливает на свободе и никто не может быть уверен что он не занят выслеживанием очередной жертвы может я напугал его может он совершит ошибку я надеялся на это я ничего не знал и страх снова распространялся по городу как чума я все еще был в самом начале решив продолжить свое расследование посетив монастырь делимся нашел умирающую элеонор я заснул ну что ж мне кажется это единственно верное решение действительно про монастырь я совсем забыл поэтому спасибо что напомнил сон был беспокойным и не принес ни отдыха странный голос говорил со мной а я был нем ты хочешь погасить пламя но несешь факел зачем ты пришел странник ты хочешь залечить старые раны но продолжаешь обнажать их своим мечом зачем ты пришел странник ты есть погибель ты есть проклятие ты и твоя порченная кровь уходи странник ближе к утру к нему присоединился другой голос голос полный отчаяния и боли которые я уже слышал раньше помоги пожалуйста он почти здесь поспеши иначе я проснулся но бодрости не почувствовал впрочем после такого сна это все равно было облегчением вот интересно я кстати догадываюсь чей был голос первый вы конечно же потом это узнаете сюжета и вряд ли я вспомню тот момент вам сказать типа а вот наверно его был голос но может быть вы сами поймете а вот второй голос это наверно что-то из предыстории а предысторию я конечно же забыл потому что на игре довольно сложно сосредоточиться на стриме особенно когда я пытаюсь ответить на кучу вопросов или сказать множество ремарок по поводу задетых тем в чате ну акты конечно тоже почти как в черном зеркале разве что сны не такие тяжелые а раз сны не такие тяжелые значит все таки я думаю николас фэрпойнт не имеет прямого отношения к местным смертям кстати я точно не знаю куда теперь идти я мог с уверенностью сказать что что то не так как только проснулся но только когда я вышел из дома я понял на длинный сырой траве было совсем немного крови гораздо больше стекала по стене моего дома я снял перчатку и осторожно коснулся одного из пятен я ощутил покалывание будто тысячи иголок вонзилась мою руку не было никаких сомнений это человеческая кровь тогда я заметил кое-что еще палка валяющаяся в стороне на которую я поначалу не обратил внимание оказалась сломанной удочкой в этот момент время словно замедлилось и я снова услышал тот голос который ворвался ко мне из туманного мира снов но при этом он был слишком реальным крик о помощи голос который я уже слышал раньше голос рыбака саймона линса который очевидно мог бы жить если бы тогда я встал и вышел из дома первый раз за многие месяцы я ощутил как страх начинает вползать мое сознание страх собственного поражения я знал что мне нужно начать мыслить логически и я гляделся следов крови ведущих от дома не было и это удивило меня действительно ли саймон погиб где в таком случае его тело вокруг дома было много крови но все же недостаточно чтобы человек умер тем не менее я ощущал что вчерашняя удача саймона изменила ему и я решил что пока расскажу о случившемся только мэру но господи жесть я-то думал это просто что-то из прошлого оказывается это вполне из настоящего и голос тоже был реальный ужасно ну что ж к мэру так мэру крови действительно относительно много на стене она выглядит не то чтобы совсем реальный но черт возьми я никогда не видел в жизни крови на стене поэтому мало ли когда наши взгляды ну не взглядом понимание каких-то вещей какие-то образы строится например на фильмах что у меня не здоровье падает интересно а я умру когда она упадет совсем возможно не придется опять перепроходить игру ладно будем пока видеть кислотный дождь а она все еще падает интересно сохранюсь загружусь она все еще падает ладно пока я могу только разговаривать с мэром если он есть а его нет если я умру ну ну окей можно было бы например пока мое время в этом мире не стекло сгонять в подвал и короче наделать себе бесконечное количество зелье лечение и бесконечных пить было бы забавно прекрасный день правда мистер фэрпойнт саймон с минуты на минуту должен за мной прийти если бы вы только знали как вы нам помогли мы будем благодарны вам до самой смерти вот это фразочкой сейчас была но я ему я и не буду говорить фэрпойнт сказал что скажет только мэру поговорим о лимси я всегда говорила что он способен на все но кто будет слушать простую служанку меня называли нахальной да может быть я и нахальная но не глупая должна вас поздравить вы прекрасно справились с этим делом если кому нибудь и удастся найти настоящего убийцу это будете вы мистер фэрпойнт вы не заметили в городе ничего необычного сейчас все вокруг кажется необычным сами видите вы слышали что тело данкомба пропало в таверне говорят что это кузнец забрал его и похоронил или вот еще вчера я пошла встретить свою госпожу на краю болота где она собирала травы для этой странной старой женщины и услышала какие-то странные звуки доносящиеся из кустарника больше я никогда не пойду туда одна да и зачем теперь у меня есть саймон он защитит меня это не просто дарк фэнтези это дарк пипец какой-то но окей несмотря на всю безысходность происходящего и насколько ну в общем ладно не буду спойлеров говорить ладно какие звуки что-то похожее на рык огромного зверя я тогда почувствовал у себя как-то странно мое здоровье все еще падает перевалило за половину мне интересно она упадет ниже 30 или как и что у меня происходит с этим с с инвентарем с травами травы у меня не пропадают хотя бы на этом спасибо а это я случайно поставил маркер кузнец я пока поговорю с кузнецом все-таки умру ли я на ровном месте этот вопрос меня сильно тревожит после перемещения мое здоровье восстановилось интересно и очень странно я рад видеть вас снова мистер фэрпойнт что вам угодно только скажите и старый коб сделает все что сможет значит сдан комбо обвинение снято так ну к жизни его не вернешь ты за мэром еще остался должок но по крайней мере теперь бедный парнишка может покоиться в мире спасибо вам я несправедливо оскорбил вас а ведь обычно я сразу вижу натуру человека но не беспокойтесь я не останусь в долгу у меня есть предложение когда-то я был солдатом-наемником и я без сомнения один из лучших мечников на много миль вокруг если хотите заходите как-нибудь я вас потренирую конечно это немного но начнем хотя бы с этого спасибо я обязательно вернусь к вам по этому поводу подождите подождите это не все кто-то зажег погребальный костер на том берегу вы можете смеяться но мне приснился сон в котором ко мне явился бедный Роджер я не уверен что полностью разобрал все что он мне говорил я простой человек а его голос был так ужасен но кое-что я понял я думаю что вы могли бы объяснить мне и остальное но я не думаю что готов это выслушать в любом случае у меня есть ощущение что вы помогли Роджеру больше чем кто-либо другой а если вы докажете мне что вы действительно хороший мечник я кое-что вам дам чем меньше вы знаете тем лучше но в любом случае спасибо наверное это все еще кое-что да о потренироваться можно прямо сейчас я бы хотел немного потренироваться хорошо но я должен вас предупредить я буду стараться не причинить вам вреда но вы все же можете получить царапину другую обо мне не беспокойтесь сомневаюсь что вы можете поранить меня но даже если и пораните у меня есть отличный крем старухи литкот который быстро залечит раны если захотите закончить тренировку выйдите за пределы площадки а что же у меня будет со здоровьем как распадает ай-яй-яй я все думаю что лучшим будет ай лучшим а смотрите-ка слушайте я в принципе более-менее могу предугадывать когда он а а в принципе нормально нормально достаточно я весь изранен вы великолепно деретесь fairpoint ну ты обещал мне что-то дать но наверное мне нужно неоднократно тебе доказать что я хороший хороший фиктовал шчик блин мне прям интересно что же будет с моим здоровьем когда оно окончательно упадет я какой-то вампир который попал под солнце которого правда нет или его просто никто не видит кроме меня интересно что доктор скажет по поводу всего этого видимо в новом акте всем есть что-то новенького сказать это хорошо хорошо что вы пришли произошла ужасная беда успокойтесь доктор что случилось я подготовил для вас свою хронику каворна но когда я ненадолго вышел из дома ее кто-то украл это неприятно но ведь там не было ничего важного так самой хроники нет но я нашел вам несколько очень важных документов нельзя чтобы они попали в злые руки вы должны найти хронику и эти документы это очень важно ладно я принимаюсь за поиски да так будет лучше всего ступайте и удачи вам я мог типа спросить что было в этих документах попробую еще раз вы нашли хронику времени у нас осталось немного мне нужно узнать кое-что поподробнее конечно но многого я сказать не могу саму хронику я разрешил бы взять кому угодно но документы были хорошо спрятаны когда я готовил их для вас мне пришлось на несколько минут покинуть дом так что я спрятал их под батрасом а когда я вернулся их не было куда вы уходили мне нужно было выйти в конце концов я всего лишь человек мистер фэрпойнт к сожалению я зашел за дом так что входной двери не видел он имеет в виду воображаемый туалет мне нужно конечно но многого я как долго вас не было не больше чем пять минут и кто-то вошел и сразу же нашел то что искал ну это действительно несколько странно чтобы быть совпадением я не понимаю откуда но вор знал где я спрятал бумаги все вещи были на своих местах никаких поисков не было а и все извините я отвлекся на чай но поскольку я совсем не вырезаю все то что записывает микрофон вы наверное каждый раз будете слышать мой чай должно быть он долго за вами следил да это возможно может быть он следил за мной через окно но это значит что он наблюдал за домом довольно долго возможно он прятался где-то поблизости и ждал пока я покину дом знаете когда я об этом думаю меня это даже начинает пугать ну кстати говоря если я теперь сделал слишком громко микрофон тоже мне скажите но думаю должно быть нормально так мне нужно конечно но многого я сказать не могу это вроде было все я сейчас пытаюсь поймать убийцу прошу вас мистер фарпойн найдите документы как только вы с ними ознакомитесь ваши поиски станут намного проще так почему же вы не хотите рассказать мне про них поподробнее все слишком запутано чтобы передать простыми словами важно чтобы вы все поняли абсолютно верно и в нужном контексте иначе вы можете совершить непоправимую ошибку а теперь прошу вас как можно скорее займитесь поисками понятия не имею что делать с этими документами мне нужна медицинская помощь ничего не могу сделать от перевязки толку не будет если вы получите ранение посерьезнее приходите у меня все еще пятьсот хочется подождать а с другой стороны не хочется ждать это когда это все кончится в моей жизни ладно если что перепроходить тоже будет странновато но видимо необходимо это было бы ужасно конечно так а куда я теперь вообще могу а мне нужен мэр мне нужен мэр а мэр кроме как дома зависает еще в таверне что ж так мы и сделаем да мистер фэрпойнт что вы хотите спросить у человека потерявшего часть потеря сына для вас очевидно меньше утрата вы прекрасно знаете что он не был мне родным сыном и знаете что это был за человек моя вина в том что я позволил его чудачеством и грустно зайти настолько далеко его смерть трагедия но я не виню вас мистер фэрпойнт знаете у такого человека как я в жизни остается лишь одна настоящая ценность и это не деньги это честь честь которая у меня теперь запятнана не вы запятнали ее вы заставили меня увидеть эти пятна я уверен что вы понимаете что я не испытываю к вам благодарности за убийство моего сына но то что вы сделали может восстановить мою честь и поэтому гнева у меня тоже нет как вы думаете кто на самом деле убил элеонор мы можем поговорить о чем-нибудь еще все это дело очень неприятно и я не хотел бы о нем говорить нет это к сожалению пока все что мне может сказать какая жалость а мэр все таки действительно здесь вот это кстати хорошая новость но так уж быть сначала трактирщик не может быть добрый день мистер фэрпойнт хотите выпить убийца на свободе мне нужно знать все что ж я допускаю что вы несколько изменили ситуацию но все равно ничем не могу вам помочь я всего лишь обслуживаю тех кто сюда приходит или вы думаете что я подслушиваю о чем беседуют мои клиенты с другой стороны не засовывает же он в уши так называемые беруши добрый день мистер фэрпойнт даже боюсь спрашивать как продвигается расследование есть новости боюсь что у нас есть новая жертва господи иисусе говорите тише какая еще жертва вы должны быть совсем сошли с ума и кто же это скорее всего это рыбак саймон линс саймон и что значит скорее всего вы нашли тело которое не смогли опознать или что говорите же бога ради только тише я не нашел тело но я предполагаю ах так вы предполагаете это просто замечательно будьте добры в следующий раз держите свои предположения при себе саймон без сомнений бродит где-то на болотах и скоро вернется надеюсь вы больше никому не говорили эту чушь нет думаю незачем сеять панику вы совершенно правы черт возьми надеюсь вы достаточно благоразумны чтобы послушаться меня и не распространять нелепые слухи все я не хочу больше об этом говорить а вот кстати интересная подсказка наверное мне действительно нужно поискать саймона на болотах хотя не факт блин что мне говорит дневник вот кузнец говорит поучить сихтованию весьма полезно это понятно а еще а еще вот саймон возможно саймон уже мертв кажется я слышал как он кричал пытаясь скрыться от какого-то преследователя у меня в доме остались только пятна крови но почему нет ни тела ни следов того что его куда-то утащили это сводит меня с ума и вот утерянные документы кто-то украл у доктора летопись и некоторые другие документы видимо они могли содержать какой-то ключ к происходящему здесь поскольку пока расследование убийства или анор продвигается медленно мне следует попробовать копать в этом направлении и мне точно нужно идти в монастырь в том числе вот что я думаю перемещусь к я домой а дома все-таки поищу на болотах потому что там может скрываться саймон ну или то что от него осталось такожить мне что ли с кровью кусочки я взял что ли сломанная удочка принадлежала Саймону Линсу действительно она у меня с собой может быть имеет смысл сделать новые зелья восстановления здоровья потому что оно у меня бесконечно падает не знаю еще я кстати думал о том чтобы заварить новый чай ну тогда нужно вырезать кусок что в принципе тоже можно сделать эх ну что ж пойду искать не пойми чего не пойми где а 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 Интересно, жены мэра, кстати, на месте нету. Ее, наверное, все-таки забрали домой. А, травница, может быть, что-то новое может мне сказать. Но тоже совсем не факт. Немножко путаюсь все время без карты. Все время приходится на карту все-таки смотреть. Дерево, береза растет совсем рядом с домом. Интересно, растет ли она когда-нибудь у него. Добро пожаловать, странник. Черная кровь сочится из ран, которые ты разбередил. Ее все больше и больше. Ее не остановить. Чьи руки останутся незапятнанными кровью после того, как ты исполнишь свое предназначение? Чьи странник? Скорее всего, тех, чья кровь окажется на руках других людей. Есть возможность оправдываться, но, честно говоря, не очень хочется. С другой стороны, может быть, нужно просто послушать новый диалог, почему бы и нет. Ну, давайте попробуем. Я не приношу зла. Я вернул Данкумбу доброе имя. Да, это очень странно. Ты помог правосудию, а это значит, что я ошибалась. Верно? Ты не можешь нести ту угрозу, что я видела в тебе. Но мир — странное место, странник. Что принесло твое правосудие? Все, чего ты добился, — это еще одна прерванная жизнь. Я, кстати, согласен. Это что-то было жестко. Получило то, что он причитался. Я даже не совсем уверен. Давайте скажем второе. Разве я мог сделать что-то другое? Ты все еще не понял, что по-другому и быть не могло. Это была его судьба, странник. Судьба, записанная, как и тысячи других, в туманах, на границе царства забвения. Ты не мог поступить никак иначе. Дорогая бабушка, я еще не налил всю горячую воду себе в чашку. Вот теперь налил. Ага. Мне нужна помощь, чтобы найти настоящего убийцу. Я не знаю его. Для меня у него нет лица. Я чувствую его присутствие в своих грезах. Но не вижу его. Однако ты близок. Пролита новая кровь, странник. Молодая и невинная. Я это почувствовала. Еще одна жертва? Это был Саймон? Саймон рыбак? Я не знаю, кто пострадал. Однако я огорчусь, если это был Саймон. Он был хорошим мальчиком. Да, это меня напоминает, как мне сегодня прекрасная собачка прояснилась. Вообще, удивительно, сегодня у меня были довольно приятные сны. Я очень удивлен. Такое далеко не всегда бывает. Мне не то, чтобы прям ужасы сняться, но сны обычно тяжелые. Обычно всегда о работе. Ну, постарайтесь же. Он все еще жив? Я бы хотела тебе помочь. Но я на самом деле ничего не знаю. Я просто увидела, как кровь льется на влажную траву. Почему бы просто не сказать, что вы знаете? Зачем мне произносить слова, которые ты не хочешь слышать? Пропускаешь мимо ушей. Ты хорош альдарем, но при этом хочешь получить ясные ответы? Тебе должно быть известно, что ответы не бывают ясными. Не пытайся увидеть образы из моих снов. Ты не поймешь их. И они могут причинить тебе вред. Ну, с другой стороны, если я все время с подобными образами общаюсь, может быть, мне было бы это как раз привычно, но... Ой, еще одно пустое ведро. Два пустых ведра. Я выбросил одно. Это странная игра. Ну, что ж, конечно же, F5 в плане сохранения. И я не знаю, куда идти. Конечно, можно было бы просто идти в монастырь и все. Вполне, вполне. Но мне интересно разобраться с этой темой насчет пропавшего рыбака. Или, может, он пропал и совсем пропал. Ну, тоже вполне может быть. Вот, опять же, этот стражник, видимо, ничего не видел. Почему они вообще здесь все время циркулируют? Ходят, короче. Раз ничего не видят. Крыски, возможно, что-то видят. Но не рассказывают. Эх. О, зацените-ка. То есть, видимо, все оказалось не так уж и сложно. Нам же известно, что за доктором наблюдали. И вот, скорее всего, наблюдали отсюда. Пожалуй, здесь могли поджидать, когда доктор выйдет из дома. Мне, правда, от этого ничего не добавилось. Это... Не забылся. Это доктор, да? Да, это доктор. Вы нашли хронику? Времени у нас осталось немного. Я кое-что нашел. Да? Вор, скорее всего, выжидал удобного момента на поле. На поле перед моим домом? На поле Лимси? Я бы его заметил. Хотя сейчас мое зрение не то, что раньше, да и темно было. Возможно, вор на это и рассчитывал. Что ж, нам пригодятся все новые сведения. Хотя эта информация и документы найти не поможет. Верно? Ну вот. И уже обладая этой информацией, я, скорее всего, могу обратиться к Лимси. А Лимси у нас сидит в таверне. То есть, я так понимаю, что Лимси – это именно фамилия. И одного Лимси-то мы убили, а второй сидит прямо вот здесь. Да, мистер Фэрпойнт. Что вы хотите спросить у человека, потерявшего честь? Я насчет вашего поля возле дома доктора. Вы видели, как Харрелл его топчет? Черт с ним. Мне все равно. В мире есть гораздо более важные вещи. Харрелл? О чем вы говорите? А я думал, вы хотите мне сказать, что он опять вытаптывает мое поле. Я дважды заставал его за этим. Он стоял там, все вокруг было вытоптано, а он не двигался с места и тупо глядел в одну точку. Я его прогнал, но через некоторое время он вернулся. Думаю, он по-настоящему опасен. Я решил, что с ним не стоит связываться. Пусть стоит там хоть до судного дня. Мне все равно. Урожай все равно ничего не стоит. Спасибо. Это очень ценная информация. Ну, вот вопрос. Я совсем запутался. А кто вообще такой Харрелл? Люди. Харрелл. Старик Харрелл. Явно безумен. А-а-а! Это тот, у которого голоса и про деньги. Про деньги он все время говорит. Угу. Про это тоже может что-то мне сказать доктор. Вы нашли Хронику? Времени у нас осталось немного. Я кое-что нашел. Да? Документы, по всей видимости, украл Харрелл. Харрелл? Ну, зачем ему это понадобилось? Даже если... О, боже. Эти голоса в его голове. Мистер Фарпоинт. Дело серьезнее, чем мы думали. Вы должны найти его. Любой ценой. Ступайте, прошу вас, скорее. А-а-а. То есть некая сила могла что-то говорить. Это, возможно, не просто он свихнулся. Вот это интересная мысль. И вот у нас опять обновился дневник. И не вот это. А вот, возможно, это. Харрелл. По всей видимости, Харрелл украл летопись. И другие документы, мне придется найти его. И мы не знаем, где. Харрелл, где ты? Похоже, именно старик Харрелл украл летопись. Я не могу понять, почему. И даже доктор ничего не объяснил. Мне придется найти Харрелла и разобраться самому. Ну, как и всех, я буду искать Харрелла на болотах. И, конечно же, сохранюсь, потому что у меня игра, конечно же, зависла на моменте сохранения. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ладно. Будем считать, что это была серия. С вами был мистер Фрей, и в следующий раз мы будем искать Харрелла. Харрелла.